значит порода формируется по местному флору и фауна понимаете то есть по погодным условиям по климатическим условиям понимаете и очень часто когда с одного из красивого куда я тебя потерял а он и яшка полетел это сапсан полетел на голуби даже ведь но он на трубу полетел так дорогие мои это я ролик снимал чернохвостый голубь наверху был яшка был рядом не знаю рискнет она такая война него или нет голубь уже довольно давно в небе и в жару конкретно я вот предыдущем ролике снимал 37 градусов было когда он был в небе по-моему около 7 часов было посмотрим придет ли яшка или нет подожди наконец он пошел на посадочку яшка появился рядом не думал будет атаковать нет и он даже не среагировал он или она не знаю кто это чернохвостый это чернохвостый наверху бел красиво сейчас посмотрим внизу будет бить отдыхалка выравнивать скорее всего будет пусть это будет начало завтрашного ролика вес километра буду выпускать уже стал красиво стал красиво дорогие мои но предыдущем ролике посмотрите этот голубь был наверху и ролик закончил ролик начал снимать было плюс 37 ну сами понимаете что сейчас уже вечер даже ничего не покажешь такой даже не знаю кто так какая-то чернохвостый шеечка сейчас посмотрим в каком состоянии задыхается не задыхается еще раз говорю дорогие мои что-то какая-то стая птиц полетела кипиши не знаю может там и атака была на них дорогие мои в жару столько отлетала голубочка ну так видите там даже сейчас на данный момент плюс 31 то есть как бы не это не пухры мухра надо между голубям неба завтра продолжим это не голубочка это чернохвостый шейка впервые щейки по бурохвостовой линии идет сколько годика два или три это могу понять это он или сестра его может быть на голуби он не похож на голубь она здесь сидит вот она из-под этой не знаю не знаю ни по голову либо голубка из-под этой линии идет здрасте дорогие мои сегодня у нас 9 июня похолодало конкретно уже не 38 не 37 не 39 а 30 к ветерок вроде есть поблагодарить сегодня за поддержку канала не кому есть некоторые комментарии я их почитаю попозже сейчас выехал на километр и выпускаю вот этих пешалок и новых и вот обратите внимание буквально за несколько дней что пешалки что новые посмотрите как они раскрываются настолько прав просто перелистайте ролики на два на три дня там назад на день раньше посмотрите как они летали и как сейчас летают и тогда может очень многие поймут что не надо сказать дай мне твоих голубей я покажу надо самому создавать правильно заниматься понимаете дорогие мои спортом занимаются очень многие есть очень многие тренера но не у каждого тренера есть результаты некоторые просто деньги даже и нау раз очень хорошие спортсмены очень хорошие спортсмены из них выходит очень хреново хреново и тренера из очень многих спортсменов сегодня мы как сделаем я же говорил что эта пешалка мне нравится сейчас я его выпустим вместе с нашими и одна гнездка его мне сейчас выпустим пусть с ними летит ну те по-моему уже в мое направление взяли все 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 распустим тоже раскрывается не поздно рассмотрим все наверное потяну я чтоб тех тоже нужно было видно было где двое третий ну в принципе учитывая то что сейчас 30 градусов жара и как бы тише и бьют и выпускать кому бей и такую в жару тоже опасно ну не страшно и по моему уже можно будет паровать с генераловским братом из чернохосточейки вчера а ну то есть в этом ролике который последний съем сним не же да шаппика выпустим вот смотри шаппика выпустим ну естественно выпустим вот нашли шеечку и шалку вот обратите внимание да первый день выпускал сначала мешалок второй день выпускал новых потом мешалок третий день выпускал новых опять мешалок четвертый день выпускаю совместно перемешку понимаете и все вот это дорогие мои называется правильная тренировка я не сладкий тетя тоже хороший песк и так оба башни красави уже бьет еще уже бьет и выходом бьет именно выход стол и выходом дает именно выход стол на это мы сказали что это богинская птица неправильно сказали так это у нас идет вот черноперые щейки и стариковского многочернохвостый голубь хочу знать этого голубя но бог видел этого голубя уже никому я не показывал но точнее есть но я именно пальцем не заткнул что это не но так это вот от бессмертной сестры да хорош бежать не бойся ты не соживет на хвосте уже на хвосте уже на хвосте уже на хвосте уже на хвосте вот эти двое они могут сесть сходу не пойти И вот смотрите, память в стуке голодель привез, да, багажник сухой, да, нет и жидкого память, да. Обратно не ворачиваются, оборачиваются, да прогулку вывезли. Тренировка. Ага, смотри. Тренировка. Так, ну а это от желтого чая, от Славяковского. Это от старого чая, внук получается. Ну я что, может сесть, видите, не ошибся. Ну а тебе поперли, дорогие, вы иди, куда они пошли. И поднимутся. Еще раз. Не надо говорить, дай мне твои голубей, я тебе покажу. Надо научиться самому создавать. Поехал я домой, продолжение следует. Дорогие мои, ну он приехал, я еще веник небеды нарвал для них. Дорогие мои, ну вот, двое, двое. Один, однопереки. А второе. А, ну это от Вова перенький. Вон они. Четыре штуки. Вижу. Два, три, четыре. Солнце мне прямо в глаза. Направляю. На четверг, по-моему. Блин, да что ж такое. Вот так. Вон они. Солнце мне прямо в глаза бьет. Руками прикрываю глаза, чтобы направить на них. Чуть руку, блин, невозможно. Вот она. Чуть руку убираю. Глаза колет солнце. Да. Вот летают идти. Двое. Так. Один, второй тоже сел. Двое селим. Эти. И остальные потихонечку, потихонечку. Блин, где швы? Неудобно. А, нет, этот не сел. Этот еще летает. Этот еще летает. Где встать-то, чтобы можно было снимать? Непонятно. Давайте. Вон, еще четверо. Второй, четыре. Четыре, пять. Пять, пять, по-моему. Вон в сторону города ушли. Совершенно в другую сторону. Знаете, скорее всего, которые постарше, они будут мотаться, искать. И возвращаться. ну конечно результат покажем этот пока летит и вот смотрите дорогие мои вот выпустил прилетел и не сел помотался над домом ну пешалка меньше помотался тут побольше вот так оценивается дорогие мои так отбирается то что вы выпускаете они сходу прилетели упали на ваш дом вы думаете на крестовину думаете что это что-то нет это лентяй просто умный лентяй вот как в школе есть дети умный но не учится мы все равно с него ничего не получится да мозги есть но не учится он не трудится то же самое среди голубей есть такие да мозги на месте но лентяй он не хочет поэтому желательно избавляться от таких еще раз то что он нашел это еще ничего не говорит не говори что это супер он еще должен над домом стоять вот так дорогие мои ну это вот тазик с марганцовкой это вот приятные с полезным сейчас попробую найти их сколько их найду не знаю есть еще и покрытие голуби ушли но сегодня не так уж жарко можно сказать холодно можно свитер даже надеть после 40 45 32 это просто просто холодно ну и птица поперла по полную открыты голуби гуляют я вон грецкий орех из грецких это варенье с грецких орехов собирать первый раз жизни делать не знаю как получится думаю если чуть помучиться что-нибудь получится а вот тут еще вон еще стайка 2 4 5 6 7 я знаю что голуби много в небе периодически буду вверх смотреть и орехи чистить это не чистит а проколоть процесс прокалывания пошло не лекарство на вилке надо проколоть как бы вот так потом продолжил ну как я обещал вечерку поснимай и как раз на комментарии тоже отвечу вот они голуби наверху так есть еще выше сейчас поймали нет ну даже эти вот они и вот смотрите дорогие мои сейчас посмотрим время сейчас без 27 температура 33 температура 33 а я ведь показывал время 8 а температура 40 38 35 37 и в те дни конечно же голуби хуже летали дорогие мои хуже каждый градус имеет значение малейший малейший ветерок все все это имеет значение понимаете это просто для этих балаболов голубинного бомонда вот и без разницы жара не жара мороз не мороз ветер не ветер у них летают по 12 часов чердаках и врезки понимаете врезки ни у одного голубя нету крыла но они летают по 12 часов понимаете ну одним словом ну балабола ну что еще сказать ну категория такая людская бляболь да вон горбит ко мне вот спускается чего бандит чего не хозяйничаешь да ну и как обещал сейчас я почитаю комментарии которые написали так это миша бандит улегся в кормушку нашел прохладные места и не хочет уходить голуби такую жару это супер хим трилл и навешали в небо от души заботиться о людях конечно она заботится миша все что делает все делает для нас а мы еще не довольны и александр под тем роликом совет от петра из саратова зачем согнули вверх палец если александр ты это не знаешь задаешь вопрос я попробую объяснять но походу ты все это знаешь просто очередной умник по моему дай бог чтобы я ошибся одевать кембрик привязывает кольцо в обычном положении палец не гнется неудобно сидеть на проводе он слетает так вот александр ну я как и говорю как и встречает по одежке провожают по уму если бы то просто задавал затем первый вопрос без всякого остального до впечатления тебе было бы намного лучше объясняю вот смотри вот возьми у себя вот три пальца сейчас я попробую фиксировать возьми вот три пальца вот когда вы те три пальца вот это да просто обычный вот эти два пальца ты спокойно гнешь попробую себя вот на пальце а вот когда вот этот палец затягиваешь вверх вот эти уже не получается у тебя спокойно гнуть понимаешь тут тебя надо напрягаться надо напрягаться и мышь по-другому не к а вот когда спокойно она спокойно гнется, просто возьми на своих пальцах попробуй, и ты убедишься в этом, ну а самое главное, дорогой мой совет называется от Петра из Ставрополя это из Саратова это не мой совет, это человек который добился своим опытом или от кого-то узнал поделился, я тоже поделился этим советом, чтобы вы попользовались, она помогает понимаете я тебя больше скажу, родной мой дорогой мой умный ты наш иногда даже на одном ноге не помогает есть голуби, которым наплевает приходится на обоих ногах привязывать пальцы надевать кембрики и привязывать чтобы они не садились, ты не поверишь вот когда ты начнешь вот это все проверять ты убедишься в моем сказанном но сначала ты начни на своих пальцах вот согни палец свой вверх натяни вверх и попробуй те две отпускать и ты убедишься, что дядя Гагик прав понимаешь, ну совет мой не знать это не порог не хотеть знать вот это порог а сделать вид, что ты знаешь не зная ничего это глупость это есть не очень очень плохо не то, что нехорошо, да, очень плохо так, значит, тут вопрос задает здравствуй, Гагик подскажи, пожалуйста, почему а, пожалуйста, почему голуби надулся зоб и полной воды скорее всего, трава застряла или что-то другое когда есть, с трудом глотает я посмотрел, вроде не увидел ничего уже около недели не знаю, что делать подскажи, пожалуйста заранее спасибо значит, подсказываю если это у тебя массовые то есть там не у одного голубя а массовые в общем и в забой не воздух а вода у тебя ну трудно сказать поздравляю ну понимаешь, у тебя салма не лез то есть ты зацепил салма не лез голубятни вот возьмите вот этот головой вниз переворачивайте этот вода такой тухлый вонючая вода да голуби ничего не едят в общем ну что при вертяжке что при салма не лез голуби не едят да кстати, у меня сегодня депутатская дочь умерла в голубятни вот она вот голубь сидит вот она умерла от старости это очень старая голубочка и голубь рядом сидит в общем она уже сколько наверное год не неслась тут вот брат ее родной депутатский сын из этих голубей остался один я его беру конечно сейчас да это не депутатская дочь это депутатская внучка огромно мазана вот она депутатская дочь но я их перепаровал вообще так местами уйдет уйдет потому что она уже около года не несется уже старая очень старая голубочка значит по поводу болела или не болела это элементарно вот на задницу смотрите у больных голубей задницы грязные даже зеленые желтые мы здесь чисто здесь от возраста от жары хренево знает от чего я думал старая умерла да значит думал старая умерла хотя ну в принципе сказать что я прямо идеально внимательный был последние несколько дней нет и мне делу куча была то есть настолько внимательным не было могло и в жару отлетать и это да то есть то что я сейчас и расскажу так значит если это один голубь может голубь в жару отлетать очень долго спуститься выпить водичку потом она ходит как пяна и как при салмонеллезе ничего не есть у нее тоже вот тухлый желудок да то есть вот выливайте воду такой тухлятины воняет это от жары это не салмонеллез хотя похоже один в один да как бы только при салмонеллезе у голубей помет идет желтый зеленый белый то в этом случае нет в этом случае он просто водой дрищит то есть голубь перестает кушать короче ну вот как и спортсменам да не разрешаются спортсменам после ринга после того после марафона попить водички они могут максимум полоснуть рот умыться и вылить ну голубям вы не это да не объясните что надо ротик полоснуть и выплевывать они не выплюнут поэтому необходимо если голубь отлетал в жару долго необходимо доступ воды ограничить иначе погубите этого голубя это бывает очень сильные голуби кстати эта голубка тоже могла от этого умирать я думал это старая то есть ну тетка его умерла но нет это молодая ну относительно молодая ей тоже уже несколько лет ну как бы вот так да значит скорее всего скорее всего если еще раз говорю это один голубь если это один голубь то это скорее всего от жары если уже будет несколько таких голубей то у тебя будет уже это салмонеллез тут уже совершенно другие мера а то что вот это да там отравление это зоб надувается вот она воздухом не водой набивается зоб а воздухом надувается это совершенно разные вещи как бы вот так сейчас посмотрим кто-то пойдет на посадку по-моему дружненько пошли на посадочку дорогие мои ветер уже ноль стало ветер флаг висит лёха опять душно вот ветер ветерок есть нормально ветерка нет душно становится ну хоть кондиционеры начали охлаждать и вот обратил внимание вот выше 35 градусов когда нагревается воздух кондиционеры начинают плохо охлаждать а вот когда уже выше 40 практически не охлаждает горячим теплым воздухом продувает вентилятор и все так чуть включится пару минут холодно продует и вырубается это вот сплит система кондиционера есть климат контроль там совершенно по-другому те да охлаждают больших вот этих гипермаркетов стоят там климат контроля стоят не кондиционеры не сплит система стоят ну в небе видите ласточки тоже есть вон троих вижу раз два три четвертая ласточка то есть как бы есть живность в небе ну сказать что много нет вон жучок какой полетит ну что начнете садиться у нас странно что-то скучка начинай и не раскрывается кругами пока летает посмотрим может расходится перед этим чайки полетели так чуть сюда налез Раскрылись и опять перестали, опять скучковались. Дорогие мои, что-то, по-моему, они хорошими становятся, тупо летают без всякого буя, модными стали, вообще не могу понять, что творится, так слегка раскроется, и все, и опять и летает, и летает, и летает. На 2 градуса меньшее стало, 31, 32. Да, бои что-то не хотят показывать, хорошими хотят стать, хорошие же бойные голубы, они должны долго летать, а не бить. Походу, штука говорила, нет хороших решений, они хорошими стать. Вот, наверное, пошла на посадку, почему-то, не понятно. Сейчас посмотрим, все, что покажут, пока нихрена не показывают, абсолютно ничего. Какое-то безобразие, просто тупо летают, ни буя, ничего, ну хоть наконец-то, блин, хоть кто-то стал из них. Вообще безобразие какое-то, вообще безобразие, пью на вас. Мне не нужны хорошие голуби, мне надо, чтобы они били, мне надо, чтобы вы долго летали. Давайте лучше бить. Будешь обысокроваться, подождем, ладно. Самое интересное, дорогие мои, это все одиночные голуби, они никогда в стае не летают, никогда. Ну, как видите, спучковались в стае, что за хрень происходит, непонятно. И тупо летают, не буи, ничего, вам достаться. Вот, что-то покажите. А эти туполи, вон, желтые чьи, старые чьи, там, тупленыш, генерал, генерал, все в небе. И все одиночные голуби. Дидушка, а что у тебя в руках правой руки? Смотрите, летят в стае, никогда они так не летают, никогда. А в левой? Никогда. Вот захочешь специально, чтобы так летали, никогда не получится. Ну, хоть, слава богу, начали уже что-то, а тут камера уже не хочет показывать. Начали раскрываться, тут камера мутнеет. Так, ну что, вродики. Пошли опять. Сейчас начнет рассыпаться и будут показывать уже. Не, опять кучка пошла. Да, вот, отделился. Что, не хочешь потянуть? Начинает рассыпаться, ладно. Ну, слава богу. А то думал, испортились, надо выкидывать всех. Вот, уже похоже на них стали. Раскрывается. Я уже расстраивался на них. Безобразие какое-то. Скучковались и летят в стае. Никогда они так не летали, никогда. Да, всегда разделялись, кто выше, кто ниже. Слава тебе, господи. Раскройтесь. Или нет. У меня опять скучковались. Вообще, какая-то шкарная. Вот так они должны все летать. Вот, отделиться. И отдельно летать. А вот тут все куча летят. Это вот тот, который отделился, делал. Хрен поймешь, что творится. Пусть кто-нибудь объяснит, почему так. Я ведь эту птицу каждый божий день показываю. И всегда она была совершенно другая. Что произошло? Что? Эх, чего это? От хамуча и кисы. Вообще ничего не показал. Этот вообще тупо лидит генерал. Старый чил. Чиленок. Второй чиленок. Этот кто? Это вчерашний чернохоз и швеев. А, даже не вчерашний, сегодняшний, который вот в самом начале. Вчера вечером снимал в самом начале. Это и это джигово. Совершенно по-другому. Поэтому, дорогие мои, никогда не говорите, как ваша птица летит и бьет. Вот что, так поднимите, и они сами все покажут. Мир, мир, голодам, небо. Здравия, здравомыслящим. Гоняйте. И вот тогда на все ваши вопросы увидите собственными глазами ответы. Что хорошие все равно не показывали. Продолжение следует.